В рамках проекта «Товар на позже» мы встречаемся с производителями. Рядом со мной сейчас Евгения Рыжев, генеральный директор компании «Милан». Поговорим сегодня о мясном рынке. Евгения, здравствуйте. На нашем канале мы уже говорили о том, что с 2012 года вы работаете, сейчас вы открыли новое производство. Давайте поговорим, почему открыто новое производство, с какими амбициями вышли? Во-первых, идея зрела давно, наверное, последние лет пять. А сейчас подошел момент. Захотелось рынку, наконец, воплотить свою мечту. Времена непростые, мы сами с вами все хорошо понимаем. И решили, что это и отвлечет, и подзадорит нас всех. В общем, мы приняли решение, рискнули и сделали. Новое производство. Как быстро его запустили? Сколько было инвестиций вложено? И насколько быстро планируете их отыграть? Значит, готовились мы недолго. Воплотили все в жизнь. За четыре месяца буквально. Спасибо нашим партнерам по оборудованию. Спасибо скорости и опыту наших технологов. Четыре месяца вложения где-то порядка сорока миллионов. Ну, это приличное средство. Как планируете все-таки, в какой момент видеться все-таки на точку безопасности? Ну, вы знаете, мы тут два дня поработали на выставке. И если взять то количество людей, которые готовы уже с нами работать, хотя бы 10%, если превратятся в рабочие контакты, то мы загрузимся буквально на полное в ближайшее время. Ну, это замечательно, когда так происходит. Каков ассортимент сейчас нового производства? Ассортимент. Это рабочий ассортимент порядка, наверное, 15 с каю. Это вареные копченые колбасы, полукопченые деликатесы в виде окорока, грудинки. Это уже достаточно насыщенный рынок. Такого ассортимента немало производится на российском рынке. В чем уникальность вашей истории и почему именно в этот ассортимент пошли? У нас честное производство. Скажу так, мы не используем мясо в мехобвалке. Мы используем только натуральные специи. Многие мы готовим сами в своей лаборатории. Берем мясо мы всегда только в сухую заморозку. То есть это чистое мясо. Работаем с крупными агрофолдингами. Да, я с вами согласна, что действительно покупателя удивить куском грудинки сложно. Но мы решили сделать вот что. Мы полностью провели ребрендинг. И новая продукция уже будет представлена на полках под новым брендом. Он яркий, стильный, модный и вызывает интерес. Ну, на самом деле, у вас не очень может быть масштабный стенд сейчас на мероприятии. Но количество людей, когда я подходила к площадке, вызывает весьма-весьма большой. Да, да, да. Ну, я на самом деле была уверена, что будет именно так. Это замечательно. На какие каналы спыта вы сейчас ориентируетесь при выведенном продукте? Как правило, это дистрибьюторы. Наверное, оптовые рынки. Я бы не сказала. Я скажу вам честно, у нас уже за два дня были представители от сетей, и они готовы рассматривать ассортимент в рамках продаж в гипермаркетах. То есть, получается, что, учитывая, что у вас основное производство в основной массе загружено именно заказами с сетей, сейчас для вас это новый вызов? Да, новый вызов. Но это же интересно. Это уже другой статус абсолютный. Это, наконец, уже можно потешить свои амбиции. Это интересно реально. Это как, знаете, для художника рисовать новую картину, полотно. То есть, это очень творческий подход, конечно, требуется. Но с сетями мы уже работали 10 лет благополучно. Я заметила, что ассортимент, который представлен в федеральных сетях в рамках магазина у дома, покупатель, это один покупатель. Это не тот покупатель, который идет в розницу и покупает там тот же зельц. Это совершенно разные продукты. То, что мы предлагали, допустим, дистрибьюторам и на рынке из текущего ассортимента, представленного в федеральных сетях, они не понимают. Им это не надо. То есть, два разных покупателя. Вот как-то вот так. Ну, непростая задача, на самом деле, когда приходится немножко перестраивать. А давайте по тому продукту, по которому вы уже около 10 лет работаете. Зельц. Да. Тоже такой, на первый взгляд, вроде, ну как, достаточно привычный, с одной стороны, если мы говорим «холодец». Почему вы выбрали название не «холодец», а «зельц». Ну, «зельц» – это представлен батончик все-таки, как заливной в батоне. Мы не можем назвать его «холодцом». «Холодец» мы привыкли понимать, что это лоточек, это мясо внизу, там желешечка сверху. «Зельц» – это батончик, делается традиционно, он из субпродуктов. Мы решили остановиться только на свиной голове. Этот продукт остается в вашей линейке, это ваш топовый продукт на сетей. Будет ли ребрендинг там произведен? Обязательно. Будем готовить покупателей, с сетями уже переговоры начали. Они, кстати, очень приветствуют наш вот этот ребрендинг. Сказали, ребята, молодцы, сегодня это так редко, так смело, молодцы. Нас прям похвалили. Какие сети вы сейчас поставляете, ваш традиционный? 10 лет мы уже работаем с магнитом благополучным, с пятерочкой, лет, наверное, уже 7. С «Дикси» также, с «Лентой» работаем. Все федерально. Сложности. Вы знаете, когда я встречаюсь с поставщиками, основной момент – сложно войти, а у вас монопродукт фактически. Как бы вы могли обозначить свою работу с сетями в этом 10-летнем горизонте? Как сменилось взаимоотношение с сетями? И есть ли явные сложности? Не знаю, может быть, у меня как-то так получается, но я сложности вообще реально не вижу. Потому что и магнит, и пятерочка, и «Дикси» прежде всего работают люди. Мы всегда как-то договариваемся. У нас не бывает такого, какие-то претензии друг к другу, ожидания. Мы всегда можем договориться. А промо-активность, заранее там, я не знаю, строим промо-план. Но у нас нет каких-то вот… Касаемо СТМ. Насколько я знаю, у вас есть бренд, есть проекты в СТМ-формате. Что для вас эффективнее, работать в СТМе, и что проще, работать со своим брендом или с СТМ? Наверное, с СТМ работать проще. С пятерочкой у нас благополучный контракт действующий. Мы работаем под СТМ. Это не так давно случилось. Наверное, последние года два или три мы работаем под СТМ. Бренд – это же всегда продвижение, распаковка. Но этот новый наш бренд, наш мамонтенок, я буду счастлива, если он будет присутствовать на полках всех федеральных сетей, хотя бы в гипермаркетах, что нас будут узнавать. Готовы ли вы расширять количество сетей, с которыми работает линейка СТМ? Готовы. Мощности позволяют? Позволяют. Позволяют. Ну, соответственно, приглашение в очередной раз, амбиции. А у вас ключевое покрытие сейчас по сетям – это самые дальние доставки сейчас такого? Новосибирск. То есть Сибирь в обкоре? Да, да, да. А, кстати, а как потребители реагируют? Что больше, ну, скажем так, в каком регионе максимально любят ваш зелец? ЦФО. Да. Больше магазинов или? Я думаю, что и от этого тоже, да, да. Думаю, что и от этого. Вот сейчас розница меняется. И вот, в принципе, можно ли как-то, можете ли вы как-то отметить, что розница как-то приносит изменения в ваш бренд, в ваш... Ну, вот я понимаю, что это все снова в линейках предлагается. Как вы строили все-таки подбор этой линейки в ответ на запрос розницы? Ну, он на самом деле классический ассортимент. А с розницей работать, знаете, чем интересно? Наверное, ты получаешь мгновенно обратную связь. Ты быстро подстраиваешься. Что-то кто-то просит перчику добавить. Ну, это же интересно. Кто-то лавровый листочек. Кто-то там подсолить. Кто-то чесночка подсыпать. Ну, интересно, мы реагируем быстро. У нас есть возможность быстро... Рецептуру менять под запросы сетей? А почему нет? А почему нет? Готовы. Что касается продаж. Вот начался 23-й год. Как вы можете обозначить 21-й, 22-й? Какие... Ну, вот... Насколько выросли продажи? Я понимаю, что за 10-летний срок уже там серьезно выросли, но вот последние годы идет ли рост? Ну, последний год мы выросли в два раза. Это только по работе с федеральными сетями, да. Учитывая вроде как эко-тренд и вроде как... Ну, хотя мясная категория продолжает расти. Как вы можете обозначить сейчас вот в формате здорового питания? То есть у нас вот вчера, Пальна, на нашем мероприятии, мы очень неоднократно опирались на то, что ЗОЖ, здоровое питание. Как коррелируется рост на интерес к колбасным изделиям и рост к ЗОЖ-питанию, на ваш взгляд? Сейчас люди живут очень быстро. В быстром темпе живут. Все быстрее и быстрее, не все успевают готовить. Поэтому, скорее всего, прибегают уже к приобретению что-то такое, что можно было порезать быстренько и накормить семью. Я убеждена, что производители колбасных изделий учитывают тренд, да, что люди сейчас нацелены на здоровое питание, правильное питание, и применяют все-таки этот тренд в производстве своих изделий колбасных. Ну, по крайней мере, мы делаем так. Как быть с тем, что вы назвали, что вы не используете каких-то добавок, которые позволяют увеличить срок, еще и еще, но ведь это же влияет очень серьезно на цену. Как здесь получается сохранить тот баланс, позволяющий и нужную вам аудиторию получить покупателя, сохранить вот это желание честного состава? Ну, мы, во-первых, пока сейчас с новой линейкой только выходим на рынок, конечно, мы слушаем. Я категорически против трогать качество, категорически. Мы найдем своего покупателя, по крайней мере, здесь, в рамках выставки, желающих заключить контракт, они примерно понимают цены, но они есть. И мы, наверное, будем играть просто с наценкой, потому что, ну, два конца – это куда? Конечно же, надо? Еще один канал, то есть мы проговорили ритейл, проговорили онлайн ритейл. Как вы в этом плане планируете ли, как кто специальным образом развивать это направление, и какие видят эти перспективы? Ну, с текущим ассортиментом мы работаем по онлайн-продажам. Это все интернет-магазины наших федеральных сетей – Магнит, Пятерочка, Дикси-Лента. Это Озон Фрэш, мы с ними тоже работаем. Это у нас Сбермаркет. Ну, это ни конец, ни предел. С новой линейкой будет проще, это уже ассортимент. На самом деле, касаемо брендинга, он действительно яркий, привлекательный, и я могу только пожелать успехов вам в том, чтобы получилось распаковать данный бренд, сделать его успешным, заметным на российском рынке. И, наверное, в качестве финала нашего интервью пожелайте себе будущей в части управленца. К чему бы хотелось прийти и увидеть себя? Как производство вы хотели бы увидеть через год, два, три? Может быть, чуть дальше? Ну, хотелось бы, конечно, получить признание наших покупателей. Конечно, мы будем работать еще над линейкой, над ассортиментом. У нас есть очень такая мечта, цель – развить линейку сырокопченых колбас, сыровяленых колбас. Вот. Ну, мы сейчас должны закрепиться, и мы, конечно, не будем стоять на месте. А та площадка, на которой ты сейчас работаешь, она позволяет во сколько раз увеличить производство с текущим моментом? В два раза позволяет, да. Но это два разных производства, они не пересекаются. Это специфическое производство зельцов, поэтому это отдельная площадка на территории одного завода. Это отдельное производство уже мы построили. Ну что ж, желаю вам успеха, и товар на полку в рамках сайта redem.ru продолжает свою работу. Цифровое следство сдаем для того, чтобы чуть больше знали интересные производители на нашем российском рынке. Рассказывайте больше, делитесь.